он и сам всевышний аллах упоминает метку уране разными названиями самое первое конечно же это метка уране упоминается в ахуа лави кафе айди яху манком в айди якум ангон библиот не маккета это аллах это тот который удержал ваши руки от их рук и их руки от ваших рук чтобы здесь не было кровопролития середине мекки после того как аллах даровал вам победу также метка имеет другое название баккя аллах сегодня в куране сказал инна ауэля байтин воды алинаси лэллади би баккята мубаракян ухода лилан амин поистине самое первое возведение самое первое строение которое было возведено для людей это та мечет которая находится в бакке и является благословенной то есть аллах дарует баракят и как прямой путь для всех миров мекка это место благословенное священное является причиной для того чтобы наставить людей на прямой путь также всевышний аллах назвал мекку городом и даже описал что этот город дарующий безопасность всевышний аллах сказал так нет же клянусь этим городом всевышний аллах клянется этим городом меккой другом это аллах говорит и клянусь этим городом который который дает безопасность всем людям то каждый из нас сейчас чувствует безопасность успокоение до сердца для тела и души альхамду риллах также всевышний аллах назвал мекку как деревней аллах сказал вода рада аллаху мастален ореттен кэнет аминеттен мутма иннах и аллах в качестве примера привел для вас деревню которая была безопасной дарующей спокойствие для людей я тиха риску хамин кули макен и в это место приходил удел от аллаха со всех разных мест альхамду риллах также всевышний аллах назвал мекку на аду на адам конечным возвращением всевышний аллах сказал поистине тот кто не спасал тебе куран книгу он непременно возвратить тебя в конечное место то есть в мекку то есть когда посланник аллаху алейхи вассалям был в медине и он не смог попасть в мекку аллах даровал ему аллах обещал ему что о мухаммад ты непременно вернешься в мекку конечное место и действительно через несколько лет был открыт и мекки и пророк саллаху алейхи вассалям смог вернуться в эту местность и также всевышний аллах назвал этот город ум мальку ра валит он вера ум мальку ра вам анхауляха чтобы ты мухаммад увещевал жителей местности которая называется ум мальку ра мать всех деревень центр всех деревень все возвращается суда то есть это как мать от которого исходят другие города альхамду рилла поэтому мы с вами находимся такой благословенной земле у этого города из очень много достоинств они упоминаются как в куране и упоминаются в сунне и посланник аллаха саллиллаху алейхи вассалям то что всевышний аллах поклялся этим городом это уже показывает на величие этого города мекки аллах просто так не клянется если аллах кем-то или чем-то клянется то это указывает на величие аллах кремнется городом меккой значит мекка имеет величие перед сегодняшним аллахом также мекка является самым первым местом на этой земле где была воздвигнута мечеть где была воздвигнута где бы возник воздвигнуть дом сегодня аллаха это оба именно это в мекке поистине как мы уже сказали что мекка является священным местом мечет аль-харам местом запретным где запрещается совершать те действия которые разрешаются делать других местностях и поистине сегодня аллах сделал запретной мекку с тех пор как он сотворил небеса и землю а мекка была запретна уже после а медина была запретна уже после того как пророк саллаху алейхи вассалям переселился туда и он попросил два у аллах сделай медину также запретной как ты сделал запретной мекку также мекка имеет свою достоинство тем что самые первые аяты были неспосланы именно здесь и именно в мекке находится к оба и всего что и посланник аллаха салли аллаху алейхи вассалям сказал для тушат дурри хал и на или асара садима саджид аль-мазиду хором он мазиду лакса у мази бихада не разрешается преднамеренно и выезжать на путешествие получать какие-то великие награды кроме как к трюм мещетям это мещет аль-харам в котором мы с вами находимся заповедной мещете мещет аляхса который на которая находится в иерусалиме и вот вот эта моя мещеть то смещит пророка заблосоведи у аллах и приветствует и посланник аллаха салли аллаху алейхи вассалям поясняет почему потому что этот намаз совершенный в этой запретной мещете приравнивается к тому как будто бы человек совершил сто тысячи намазов мешите пророка саллаху алейхи вассалям намазы увеличиваются в тысячи раз мешите аль-ахса увеличиваются 500 или 250 раз также мекка является единственным местом где совершаются обряды хаджа или умрай нет больше других мест даже медина не является местом где совершается паломничество малое или большое не не говоря уже про другие местности и только вот эта мещеть аль-харам которая находится в благословенной мекке только здесь мы делаем товар вокруг кабы и только здесь мы совершаем намаз за на каму ибрахим больше нет никаких макамов и только здесь мы делаем ас-сайю пробежку между сафа и марва и только на этой земле есть гора арафат больше нигде нет и только здесь есть мина джемарад где побивают побиваются камнями шайтаны муздалифа больше других мест нет и даже сегодня аллах сказал у ананда халяву кана амин и тот кто заходит входит в эту мещей запретную мещей кана амин а он становится безопасным вот эта местность вот это место висит аль-харам человеку дарует успокоение дарует безопасность никто тебя не тронет аль-хамду-риллах также мечет аль-харам или оба которые находятся внутри мечети аль-харам а других места с ней отличается чем посланник аллаху алейхи вассалям запретил справлять свою нужду то есть и мочиться или же еще что-то делать направляясь передом или задом в сторону каабы на это старт билюль кэбля товарят астабируха валякин чарли кау гаррибу не справляйте свою нужду передом или задом в сторону киблы сторону каабы однако направляйте сторону запада или востока самое важное что здесь было упомянуто кааба кааба является единственным местом куда направляются все мусульманы мусульмане мира это кибля ты для всех мусульман все направляемся только сторону киблы если совершает свои обязательные пятикратные намазы преднамеренно в другую сторону аллах никогда не примет его намаз никогда мы можем направляться только сторону каабы альхамду рилла также город мека является самым любимым городом и самым лучшим местом перед сегодняшним аллахом и для пророка с аллаху алейхи вассалям когда многобожники мекки вывели нашего пророка с аллаху алейхи вассалям из этого благородного места где он родился прожил здесь здесь 53 года 13 лет призывал к единобожию к это ухиду и когда многобожники собрались для того чтобы его убить от всевышнего аллаха пришла весть о мухаммад покинет этот город иди в сторону медины и пророк мухаммад салли аллаху алейхи вассалям по приказу всевышнего аллаха вынужден был покинуть мекку и когда он покидал он повернулся в сторону мекки и сказал о мекка клянусь аллахом ты являешься моим самым любимым местом самым любимым и самым лучшим городом в аллахе если бы мой мой народ не вывел бы меня из этого города я бы в аллахе не ушел из этого города я бы остался здесь но хотя я вынужден совершить переселение также чем отличается мечеть аль-харам которая находится в мекке аллах всевышний аккуратно сказал она юриды фиги бил хадин билл мин но дикху мин азабин алим и тот человек который вознамерился совершить дурное дело или отклониться от истины несправедливы то мы его непременно и накажем мучительным наказанием смотрите если в других местностях человек делает намерение чтобы отклониться от истины или например думает о чем-то греховным ему за это грех не запишется если он в голове вознамерился у него есть желание причинить какое-то зло или несправедливость или отойти от истины в этой мечети аллах накажет его даже просто из-за того что он подумал не просто случайные мысли он сам думает вот если бы мне что-то совершить дурное кто-то хочет что-то своровать кто-то хочет причинить кому-то зло или вред кто-то хочет совершать здесь какое-то непристойное дело или же кто-то хочет желает например совершить какое-то новшество на этой земле аллах тут же обещал мы дадим ему вкусить мучительное наказание других местах просто вот за такие мысли аллах не наказывает поэтому кто-то приезжает в эти благословенные места мы уже много раз говорили нужно вести себя скромно и постоянно обновлять свое намерение то что мы делаем вот эти обходы или же пробежки или же намазы это мы делаем внешние но самая главная роль играет это то что внутри аллах всевышний сказал ибрахиму во избавали ибрахима макинал байте она душ ликбиша ян вот ахир байте я лета и финна валька имена в руки айс-саджуд и вот для ибрахима алейхи салям мы указали место для дома именно вот это место аллах сегодня указал ему но с какой целью основная цель была она тоже биша ян о ибрахим не придавая мне сотоварищи никого и ничего будь единобожником не придавая не сотоварищей не совершать деширк на этой земле должны быть только единобожие и очищай вот этот дом мечеть кабу запретную мечеть для кого для приезжих лета и финн которые будут обходить вокруг кабы которые будут выстаивать свои намазы которые будут находиться поясном поклоне а также на земном поклоне основная цель ради чего мы сюда пришли это показать свою покорность всевышнему аллаху также мы этим показываем свою едино боже свое едино божие что мы единобожники что мы признали только всевышнего аллаха единственным богом если бы не был не было бы веры во всевышнего аллаха чтобы мы здесь делали специально мы потратили свои деньги чтобы прийти сюда и делать какие-то обходы никто бы так не потратился в аллахе только вера во всевышнего аллаха привела нас сюда альхамду рилла как мы сюда пришли единобожниками так мы и должны уйти отсюда единобожниками и чтобы аллах всевышний умертвил нас только единобожниками просим всевышнего аллаха чтобы он принял все наши обряды наши товары нашей пробежки саю между софаяль марва что принял все поклонения наших паломников и пусть те которые не смогли приехать в эти благословенные места пусть всевышний аллах дарует им возможность посетить эти благословенные города мекки и медины субханакаллахума бихамдика ашхаду аля илла иллянда стекферу кау атубу иллахи кау а